Ты ж помнишь, ты мне деньги должен за телефон, что у меня мусора забрать Пубертат увидел мир Немножко адреналинчика никогда не повредит Давай Нормально, вообще идет легко Даже не напрягаясь, представляешь, легко-легко мы проехали эти пески, значит Припять наша Все, все, проходимость Так, дорогие друзья, у нас вот Саша сделал Запорожец, и мы едем в зону отчуждения Тихо уши слушают, у нас всюду предатели Едем в зону отчуждения на Запорожце, на красном, представляете, что мы придумали? Оттюнинговали, мы долго его готовили, наконец приготовили Нелегально едем Как этим? Нелегально Колючую проволоку будем прямо прорваться на Запорожце, представляете? И куда, прямо в Припять? Прямо в Припять, секретным путем, заедем, все КПП объедем Короче, друзья, что с этого получится, вы скоро увидите Сейчас пока делаем тест-драйв для нее, смотрите, какой она песок преодолела Вообще легко, походу, прошла, я думал, будет жестче Ее так населило вот туда-сюда, но идет, идет как танк Классно, да Ребят, мы едем в Припять, оставайтесь с нами, не пропустите Нормально валит Ха-ха, едем в Припять О, моё Поднимай, поднимай, поднимай Сели там, где я не ожидал, вообще Считай, на ровном месте Надо было чуть-чуть больше разгончиков взять И было бы все нормально Смотри, как он стоит Он вот так весь наклонился Потому что подъем большой И слишком рыхлый песок Надо было больше разгончиков Ну ничего, сейчас мы задним ходом выйдем Не, стали глухо, вообще ничего Стали, стали, застряли Ну что, ребят, мы едем в Припять На Запорожце Впервые на машине Прям через колючую проволоку Ворвемся в Чернобыльский лес Друзья На собственном Запорожце Будем колючку прорывать сегодня Не знаю, что из этого получится Саша, расскажи про техническое состояние автомашины Состояние? Ну какое состояние? Это Запорожец Он может сломаться в любой момент А еще он очень громко худит А нам надо вести себя очень тихо Потому что по зоне ездят полицейские И нам надо хитро Мы будем ехать через такие буреломы Где точно не должно быть полицейских И нам надо хитро тихонько проехать Проблема в том, что автомобильных дорог Открытых в зону нет И мы будем сами прокладывать себе дорогу Вот так через колючую проволоку прорвемся И буреломом через лес будем ехать А по-другому никак Все перекрыто Иначе бы мародеры легко бы все развезли оттуда Наша главная цель Попасть в покинутый город Припять В самый центр этого города Кольцо обозрения Прямо на Запоре подъехать? Прямо на Запоре подъехать кольцо обозрения Проблема в том, что Припять закрыта У нее всего один КПП есть И нам надо прям подождаться Когда подедет автобус с экскурсией И когда они отвлекутся на экскурсантов Начнут их проверять Нам надо быстро проскочить на Запорожце Я не знаю честно, как это получится Но это будет трэш Точно будет погоня Я вам, ребят, гарантирую Мы будем удирать от полицейских Будет лютая жесть Так что смотрите эту серию Авантюра, друзья, авантюра Все, погнали Ого, бабка ты какая-то Завелся Никого там, как-то народу скоро Ну разберутся Да, начали разбегаться Саша, знаешь, куда ехать? Я вообще не знаю, куда Ковязку тебе заберутся Прямо налево и налево Разберемся, ребят Вообще, Запорожец этот не создан для Киева Ездить по городу на нем Это просто жесть Он так тормозит Он глохнет на светофором Он дядя Самка Ага, вот смотрите Там комрад Так они все плетутся Меня кто-нибудь Будет уступать дорогу Господин, пеновин, затри Аккуратно, дядю, не тебе пьяного Дядя идет цветочком Здорово Здорово Так, аккуратно, пеновин, не затри Здрасте, дядюшка На Припять вас подкинуть? Седай подвезем Давай Поехали Поехали Направо? Налево, налево, налево Блин, а тут можно? Можно, можно налево, да Меребец какой-то, ребят Это Запорожец это вообще-то Саша, а права у тебя есть? Нет, я купил недавно Все нормально А, у Сусанина есть права У вас же твои права Авто, мото-машины СССР У кого-то дверь открыта А вот и технический салон на Тавон Саня, дверь не закрыл Да и мать ее отрыгала Покажи, какой там год производства 85-й Где? Ты шутишь? Нет Машина 1985-го года рождения Мэцциопаты, весьмерный псих Ездишь и владыка окульных сил Ломбарь был хейтер темного мира Хэдхантер, святейший топор и рапира Я вижу сатиров, топлю их в сортире В мрачной квартире, злые картины Мутные спины, пальма славы в тире Прощайте, кумиры, вам едут в мартини Все, пацаны, выезжаем с города Нам до зоны отчуждения сколько? 100 километров Нам до запретки, до колючей проволоки Почти 100 километров Я надеюсь, что Запорожец проедет эту сотню Это уже будет первое испытание для этой пакеты Скованной сталью сполна заставили После себя кучу пепла оставили Предупреждали капканы, расставил змея Укусила за гениталию Она на ходу глохнет и заводится обратно Да и скорость не завел Они могут четвертую включить, что случилось? Я супер шут, и мы с Криосаном едем в зону На красном, заборожься Ну что, она что-то шарахурка, блин, что не так? Что думаешь, до Чернобыля столько мы доедем? Да, ну тяжело будет Как же ее включить-то? Саша, как тебе езда за данным аппаратом? Это просто жесть, ребята Когда ты тормозишь Он начинает поворачивать влево И поэтому надо рулем его вправо выравнивать То есть, его навстречку кидает Для того, чтобы включить четвертую передачу Надо вначале включить вторую Потом только включается четвертая Иначе оно ни в какую не включается Друзья, почти доехали Осталось 21 километр До зоны Магазина последнего Где можно втарить колбасы и кокеколы Сашка, любишь кокеколу? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-уру Опа! Ребята, мы подъезжаем к колючей проволоке. Сейчас мы заныкаемся в одном секретном месте в селе Оране. Это прям под колючей проволокой. Там переночуем и завтра на рассвете двинемся. Через колючую проволоку в зону отчуждения. На Запорожце! Что, как аппарат показывает себя? Очень хорошо. Я даже не ждал. На трассе ведет себя просто отлично. Карбюратор подрегулировали, подсоса добавили. Теперь он не глохнет. По пескам едет просто отлично. Я думаю, в зоне он нас не подведет. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что вообще происходит, ребят? Это что, разминка перед зоной? Живы! Живы! Что вообще происходит? Я не понимаю. Да, я к концу. Забирай его, Дима! Забирай! Ребят, все, мы приехали на хату. Сейчас здесь ночуем. И завтра на рассвете на нашем Запорожце выдвигаемся в зону. Продукты, кстати, качественные, испытали. Можно ехать. Мразь толстая! Дай мне спать! Гнида! Дима, что происходит вообще? Я не знаю. Да, я тебе запаяю губу твою. Наконец-то. Все, твой номер закончил. Э, это что, цирковь какой-то? Закройте шторик. Ребят, честно, я сомневаюсь, что мы попадем в Припять. Что-то пошло не так. Мои маленькие ножички. Мои хорошие. Сусенящие ножички. Сколько они оббегали по самым грязным местам. Ах, 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 шолунишки, шолунишечки. Альфу не раскидывай. А ну тихо. Так, сус, твои трусы готовы. Одевай быстро. Так, пытаемся завестись. Тарантайку. Тихо, тихо, тихо. Бендекс не схватывает. Что это такое? Бендекс. О, схватил бендекс. Пошла, пошла. Еее. Что это такое? Надо лейка. Как мы его зальем без лейки? Галь. Дос, десрежь. Все. Хорош. Заправляемся. Сейчас зальем побольше бензика. Хоть 92-й? Да. Свеженький. Блин. Саша, открути пробку. Да, нормально на бутылке. Стой, открути пробку на бутылке. Подожди, специально. Оно закоротит. Давай, давай, стой. Давай, давай, Сашка, пошел. Ой, ой, ой. Нормально, там можно чуть проливать. Ты думаешь? Я знаю. Так это радиатор, оно полыхнет все. Не полыхнет. У меня так дед погиб в танке. Господа, оцените состояние внутренности данного автомобиля. А это же Запорожец из разряда элитных, за сколько его взяли? Да, это супер продвинутый. Мы его взяли за 800 бакинских. Это топовый был ценовой диапазон в Киеве, да? Да, это самый крутой был. Представляете, по цене самоката. Саша бьет бензин. Нет, он нормально, нормально. Да, конечно, нормально. Ничего, что по машине течет, друзья. Экологическая катастрофа просто. Что это такая за незнакомочка, смотри. Что это, кто это придумал? Это воздухофильтр или что? Не трогай ее, не обижай. Так, по пандопу в эфире. Папа, доедем сегодня до Припяти или нет? Да, сейчас заведу только его. А ты знаешь, что куда ехать? Нет. Дима, проведешь нас? Конечно. Очень опасно. После рейнджровера, конечно, не пассивная, не активная безопасность. Нет, просто, господи, спаси нас. Господи, помоги, пожалуйста. Маэстро народного культурного кубинского ансамбля прямо с Кубы в Содружество наций едет в Припять в ДК «Энергетик» выступать. Прямо с Кубы ансамбль «Губы». Ждите нас сегодня в 19.00 в ДК «Энергетик». Вход 3 рубля. 15 копеек. А что так дорого? В Дираловка. Я буду жаловаться. Жалуйтесь, пожалуйста, в Кубу. Проходимец. Зарабатывать решил на честном народе здесь. У нас разрешено. Я тебе балалайку-то прикручу твои струны. Все через обоянский ящик. Ух, скотина. Ничего не сделаешь ему? Обращайтесь в посольство Кубы. Не держи, не жри меня. В посольство Кубы. Видел? Ух, доберусь я до тебя. Ох, я тебе набью бока на Ковачу. Виво на Куба. Трогай, командир. Поехали. Слушай, ребят, мы нормально замаскировались. Я думаю, уже комрада не узнает. У нас еще есть борода. Мы потом вообще классно заклеимся. Погнали. До зоны остается 4 километра. Закрываю окна, наверное. Ребят, короче, все. Мы сейчас сворачиваемся с асфальта в лес. А в лесу будет колючка. Надо ехать очень аккуратно. Вот покажи навигатор. Осталось совсем чуть-чуть. Где-то здесь уже. Все нормально. Вот это, да? Нет, дальше. Все, направлены налево? Погнали. Сюда, да. Все, и поехали. Тут первое, первое. Выпробование нашей машины. Ну, вот если мы здесь проедем, то мы проедем уже везде. Все, ребят, началось. Саня, едь, тупо не останавливайся. Едет на пониженной. Я раз козоны остается 3 километра. 3? Да. До колючей проволоки? Да. А тут полиция, можете ездить? Конечно, можно. Саня, подключай раздат. Давай уже, раздатку включай. Нормально он что-то оборвается через дорогу. Очень на руку, что прошел дождь. Если бы не было дождя, сейчас бы мы, скорее всего, еще там застряли. Нормальный, клиренс хороший, короче, идем нормально. Если мы здесь сейчас проедем, реально мы заедем везде. Давай, едем. Не проедем тут. Саш, едем лучше. Проедем, проедем, проедем. Мы опоздали, надо на тяжушку. Машина. Машина. Грязать. Едем, едем, едем. Все страшно. Так нам прямо? Да, прямо, ты поедем, ничего страшного. Все в салоне, смотри. Да не, никого нет в салоне, это хлебники. Так это автомобильная дорога, или что это? Да это просто бурелом, блин, ребят. Ну где дорога? Вы видите тут дорогу? Других дорог лучше не будет. Пацаны, посмотрите, мы реально едем по какому ужасному покрытию. Ну и шо, куда мы едем, Лимон? Видите, здесь, здесь, здесь. Мы не обедем его с тема? Откули его. Да не, оно здорово. Попробуй столкнуть. Мы не столкнем, оно так не здорово. Думаешь, не слезет? Выходи, сейчас быстро бензопилу распыляю. Просто нельзя тут 200 метров до колючика. Нормально, нормально, там никого нет. А, ну покрепи, ема, ну боже. Смотрите, пацаны, мы приехали, прямо поперек нашей дороги лежит упавшее дерево. Ну руками мы его точно не сдвинем, потому что оно огромное. Ну представьте, что оно весит тонны 3-4. Кто в деревьях разбирается, ну, если такой упадет, то может придушить целую компанию людей отдыхающих. Я опаздываю на концерт, ДК Энергетик. Запилите мне проезд, быстро. Специально для этих случаев у нас подготовлена специальная оборудка. Опа, иди, опа, иди. Все, ты подсосал? Чисто в двух местах, справа и слева. Так, да. Поднимите, поднимите. Стой, подойди, стой. Все, его здесь отменили, все. Все, оттягиваю, оттягиваю. Стой, стой, вот это ты, что? Да не ори, все, оттягиваю, и все. Пацаны, оттягивайте, возьмите. Перекидывай его сюда, на верх. На верх. Да не, мы и не поднимем, ты что? Вот там мешает тревьер, надо плачать. Раз, два, три. На меня. Вы ты сейчас машину у... Поднимите вот этот кончик сюда, на меня. Так, его кантануть надо было туда. Да нормально. Все, и с назад туда. Давай, сзади. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Работать, работать. Во благо кубинского народа. Все, супер. Быстро полетели. Вот так вот, преграду прибери. Погнали дальше. У нас сейчас далеко много преград. Пацаны, у нас оборудка на все случаи жизни. Проедем любой ценой. Ну что, ребят, погнали, бревно пропилено. Ладно, чтобы теперь техника не подвела. Стой, давай сюда. Ого, как по дну бахнуло. Все, стой. По дну так бахнуло по ногам. Да, классно. Нормально, зайти как танк, ребята. В порядок? Да, нормально. Смотрите, пацаны, незаконные эти... Здрасте. Пацаны грибы собирают, понял? В 200 метрах от колючей проволоки, в зону отчуждения. Тут хорошие грибки. Я вот так вот съел, потом видел, в прошлые жизни. Баный, брат, ты куда тут? Дальше, дальше, дорога идет. Идет, да, еле-еле набротана. Тут могут быть бревники. Мы сейчас, типа, пытаемся проникнуть в зону, но тут грибников до хера, типа, короче, на течиках и тому все остальное. Грибники, кто там? Они перегородили другую, их можно объехать? Грибники, грибники. С правой стороны можно потихоньку объехать. Понял? Есть, есть. Димон, что делаем? Все, заезжай мимо дырка. Вот есть дырка, смотри. Не, это не туда. А мы с той стороны не выйдем. Да. У нас там дорога просто... Все, Саня, давай по кругу, по полю. Вот, друзья, колючая проволока, заезд в зону отчуждения. 30-ти километровая зона обязательного отселения. Все, мы с Саней. Все, поздравляем, мы официально заехали в зону. Добро пожаловать. Все, залетели, быстро в машину. А теперь убегаем, с того дня сейчас будет. Я не знаю. Да Димона разведывать уже пошел, или сдавать нас, непонятно. Куда он? А крикни. Дима! Вон, вон проводник. Так, машина, смотри, сзади. Сюда, направо, направо. А ты что думал? Все хотят рыбу в бутылку. Все, куда дальше? Что у нас дальше? Все, мы в зоне, ребят, это 6, мы в зоне на машине. Такого комфорта еще не было. Главное теперь, чтобы нас никто не сдал. Сколько нам километров до Припяти? 50. Полтинничек. Нормально, у нас полный бак бензина. Ребят, это жесть. Короче, они что-то пригородили или что? Не, нормально, сейчас попросим подвинуться. Обещаем. Это полиция, блин. ОПЕК. Нормально, что полиция? Ну, я не знаю, но похоже. Блин, ну как так, ну как заехали, если надо сдаться. Давай, обещаю, смотрите, пацаны, у нас прямо по дороге стоит, стоит ОПЕК, непонятно чей. Скорее всего, это лесники. Ну, мы просто кладем. Саня, налево, делай. Давай, 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 давай. Давай-давай-давай. Что, они едут сзади? Да, нет. А-а-а! Кусей-кус! Потихонечку, потихонечку разгоняемся. Это были лесники? Да, это лесники. Были все нормально. Это наши ребята. Они... Когда нас понесло просто на них. А здесь, честно... Мы... Они смотрели сегодня в прямом эфире дрифт. Как заброшен. Ну, дрифт был шикарный. Это бы снаружи снимать, как дрифтила тачка. Я думал, они поснимали немного. Серьезно, что они могут сейчас сделать? Ничего, абсолютно. Они как сидели... Кому-то позвонили. Какие они могут действия сейчас против нас? Мне позвонят. Это максимум. У них есть связь, но они такие ленивые, что они никуда не позволяют. Я думаю, вы эту связь к утру и въедем, реально. Или в Венек, или в них. Они думали, что мы въедем, и они уже начали покидать свой экипаж. Ребята, чтобы вы понимали, это Красный Запорожец только что дрифтил перед лесниками в Чернобыльской зоне отчуждения. Такого точно никогда никто не делал. Никогда никто не сделал. Мы уже напитались эмоциями. Саша, только береги машину. Я, кстати, еле ее удержал, когда она начала заносить. Она вообще прям на пенек летела. Еле было направление. Мы с Рульоном начали рыскать, но поймал. Нормально. Так, друзья, в колючку проскочили, первый этап сделан. Уже отлично, уже часть работы у нас есть. Мы уже в зоне. Мы пролетели только что лесников. Они обалдели, сидят себе там что-то делают в машине. Тут бах, они подумают, что у них белка уже. Ни с того ни с чего в лесу Красный Запорожец. Какого хера? Ключка всюду, все закрыто. Как он сюда попал? Туда? Прямо, прямо. И сейчас 50 км до Припяти, друзья. Пацаны, эта машина это просто советский сумасшедший аттракцион. Вон, зрители, вам не передать, как тут внутри телепает. Каждое мгновение нахождение здесь, это просто сумасшествие. Ничего, что чиркает чуть земля. Да вообще попер. У нас защита дна. Да, у нас защита хорошая. Самые глубокие пески были. Мы четко проехали вообще. Пески здесь конечно жесть. Но машина как трактор трет. По-моему у нас дырка в дне, короче, образовалась. Это нормально. Это лесок для рыбалки. Не отвлекайся. Не ревей, не ревейся. Вот это аппарат дает. Ну что, кулер работает, это нормально, я думаю. Открой, открой его, открой. Да там привет, осторожно. Ёжкий кот, да ты шо? Чего вам скажу, ребят, жесткий перегрев. Но сейчас чуть-чуть остынем и продолжаем путь. Потому что реально дороже. Может водичка полить какой-то? Дерни вверх. Не, а ложь. Разница с температурой, блядь. Вот, смотри. У нас проблема, ребята. У нас лоб было охлаждение. Посмотри, взорвалось. Где ты видишь? Покажи. Взорвалось охлаждение. Да ну нигде оно взорвалось? Как оно взорвалось? Вон течет. Торма, это когда по бочках морда. На руках тромбы, на зубах пломбы. Разбора километра менты. Берегите для приезжих свои понты. Урод ты, задрот ты, кто ты? Барыга, значит за тобой слежка. Пушка, ПДшка, губышка, бродишка. Подмышку в прибрыжку. На чердаке, на приходке. На выходах подвал в темноте. На выходах подвал в темноте. Но выход один. Исход не обратим. Спозволей к скатерпин. Торпа незаконно. Не пали в рот всех псов. Которые носят поконные кантоны. Ставят нам капканы. А хули сослаждать с наркоманов.